И всем привет, ребят! С вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно тому замечательному устройству, которое меня просили затестировать уже на протяжении где-то последнего месяца. Никак я не мог до него добраться, но сегодня этот день замечательный настал. И сегодня вместе с вами мы потестируем молот с адаптивной перезарядкой. Молодца с лагерем сейчас показывает просто неимоверно крутые мувменты. Нагибает, разваливает с довольно простыми возможностями матчмейкинг. Но что касаемо адаптивной перезарядки, когда-то это устройство показывало себя очень круто. Это молот, который имеет в своем баллоне 3 выстрела, но при этом если уничтожает оппонента, этот молот возвращает, перезарядка молота возвращается в истоковое положение. То есть, соответственно, если вы за эти 3 молота уничтожаете какого-то оппонента, то у вас сразу же сходу баллон становится полный. То есть, по сути, если вы грамотно будете уничтожать оппонента, то у вас всегда будет полный баллон. И это будет такая возможность давать большее количество киллов. При этом, конечно же, у вас не будет такой кучности выстрела, как на слагере. Ну и, как вы знаете, сейчас, по сути, у молота перезарядка не такая долгая. Поэтому, будет ли нагибать это устройство, является оно лучшим, чем слагерь. Сегодня вместе с вами мы все это дело протестируем и узнаем. Как всегда, я на векомолоте. И по дрону у меня бустер. Я думаю, что здесь, наверное, ничего менять не стоит. По режимам сегодня, как всегда, я думаю, что по дефолтику пройдемся по контролю точек. И по режиму регби, мне вот эти два режима в последнее время очень сильно импонируют. В плане записи видеороликов. И в них получается примерно то, что я хочу видеть в плане именно самих боев. Да, непосредственно. И не в зависимости от того, какие там даже противники дропаются. Здесь примерно те режимы, которые все показывают о вашем вооружении. Перекресток ЦП. Первый бой. Сразу же есть здесь противнички. Даем сразу второй килл. Баллон пуловый остается. Ну и будем пробовать сейчас за счет этого всего дела работать и уничтожать. По кучности могу сказать сразу. Кучность хорошая. Проблем не чувствую. И вот единственная проблема вот сейчас в том, что я не уничтожил сразу противника. Хотя, если честно, перезарядка не такая долго, как могла быть. Не знаю почему. Раньше эта перезарядка была значительно дольше. Сейчас вроде как особо даже никаких печальных изменений я не вижу. Ну и плюс за счет бустера можно тоже где-то дополнительно быстренько противничка уничтожить. Пока хорошо начинаем. Пятерка красивая есть. Главное сейчас чуть больше стараться именно держать здесь респаун. Я смотрю, что у нас вообще есть шанс здесь на досрочечку пойти. Так, противничка уничтожаем. Можно прожать овердрайв. Там более-менее тайминг есть под овер. Особо там выбирать его я не хочу. И наносим неплохое количество урона. Здесь сразу же еще на дабайфику 10 киллов. 10 киллов. Неплохо. Пока что неплохо. За 2 минуты 10 киллов. Это тридцатка за 6 минут. Ну примерно что-то стандартное, дефолтненькое можно будет выбить. Так, титан прожимает купол. Очень плохо. У меня один выстрел остается. И я ухожу на долгую перезарядочку. Сейчас попробуем сразу же дать кильчик. Хорошо, баллон есть. Сразу добиваем. Следующего пытаемся. Нет, меня к сожалению уничтожают. Ну то есть, по идее, я мог бы, наверное, сейчас еще этого викинга молота слить. Если бы все было very wonderful. Я думаю, наверное, я его бы тоже бы уничтожил. Так, вот здесь сразу хоп, баллончик. И возвращаем в выстоковое положение. И попробуем сейчас здесь еще... Нет, викинга молота уничтожат. Единственная проблема в том, что здесь вы как бы играете не соло, да. И очень часто бывает то, что вы, например, накидываете какое-то количество урона по оппоненту. Его кто-то добивает. Да. И вы там, например, остаетесь со своим одним молотом. И ваш тиммейт, можно так сказать, немножечко руинит. Руинит вашу комбину и возможность, как бы, вот этой фулл молота, да, постоянного. Но это только так. Где-то это работает, где-то это не работает. Поэтому ничего такого сверх страшного практически никогда нету. Практически никогда. Бывает, конечно, моменты. Но сейчас их, наверное, пока что у меня меньше, чем могло быть. Так, попробуем сейчас вот этого шафта. Хорошо добили. Шикарно. 700 кучность, конечно, видна, что не такая большая, не такая жесткая. Поэтому я здесь сразу овердрайв лучше прожму. Титанчик прожимает овер. Тем самым заставляет меня искать другую цель. Но при этом я никого не успеваю найти. И, по сути, сливаюсь в пустую, да. Ничего такого крутого. Не получилось. Ой-ой-ой, Хантер. Хорошо, что так быстренько прожал. Быстро 2 кила даем. И в своем баллоне 3 выстрела остается. Но при этом вы видите, что противников в этом тайминге рядом со мной не было. Если бы я был бы, например, на слагере, то я бы просто 3 выстрел выстрелил бы в землю. Да, и сразу же старался бы с теми же самыми тремя выстрелами уничтожать оппонента дальше. То есть, по сути, бы ничего не поменялось. Сейчас я уничтожил одного, накинул по второму и все равно ушел на перезарядку. То есть, ну, не знаю, как-то пока не особо чувствуется преимущество вот этой адаптивной перезарядки. Пока что по моментам, я бы не сильно сказал, что она мне нужна. Да, раньше, например, когда мы играли на адаптивной перезарядке, в чем было ее преимущество? Это в том, что очень большое количество легких корпусов в матчмейкинге играло. Да, сейчас такого большого количества легких корпусов я не вижу. Соответственно, возможно, актуальность этого устройства уже меньше. Но пока что за 5 минут 22 кг это, в принципе, неплохой показатель. Неплохой показатель. Прожимаю овердрайв сразу сходу. Здесь, конечно, за печальной кучностью приходится подъезжать намного ближе. Но здесь меня уничтожает. Так, мы начинаем сливать каточку. Надо как-то зацепиться за нее, если честно. Нельзя ее так просто отдавать. Попробуем зацепиться. Сразу же. С бустером, да, вообще идеально. Урончик залетает топовый. По сути... Оп! А я не добил. Печально. К сожалению, не добил. Вот если бы добил бы сейчас, было бы очень неплохо. И у меня еще порог стырили, второго не добил. Короче, по кучности есть проблемы, да. То есть в упоре, понятно, дело, что здесь все идеально по урончику. Залетает все топчик. А когда уже средняя, большая дистанция, то уже не так прекрасно себе показывает это устройство. Так, ну у нас пока что еще 6 минут целых есть. Ой-ой-ой, 100... 300 урона я дал. Очень мало. Урон титана куполов наставили. Попробуем сейчас захватить боковишечку красивую. Боковишечку красивую. Так, есть. Контроль. Контроль точки. 570 очков. Неплохое количество, если честно. Неплохое количество. Можно, конечно, лучше. Можно лучше. Определенно. Но пока это тоже неплохо. 83% овердрай. Уничтожу сейчас. Хорошо. И сразу же по второму. Вот видите, с двух выстрелов бы я бы уничтожил, а третьим как раз таки добил. Сразу есть полный баллон, но при этом полный баллон есть, а никого дальше уничтожать нет. То есть, ну вот видите, опять. Опять все плюсы и минусы вы сразу же видите. Третьего не уничтожу. Добьем сразу же. И есть тут еще хантер. А, овердрайв прожимает. 31 килл за 7-минутный бой. То есть, это, ну, наверное, дефолт даже с лагеря. То есть, никакого здесь уже преимущества нету. Преимущества нету. Примерно то же самое количество мы имеем. Хорошо, что здесь Титан Купол прожал. Точки нету рядом. Пусть стоит, контролирует, так сказать. Пусть на контроле отыгрывает. Так, наши тиммейты теряют точки. Теряют точки слева-справа потеряли. Не центр еще пытаются забрать. Но центр мы точно должны контролировать. Здесь без вариантов. Контроль центра должен быть. Я опять не добиваю, опять ухожу на перезарядку. Но с перезарядкой, кстати, они тоже пофиксили. Перезарядка стала меньше. Раньше эта перезарядка на этом устройстве была намного-намного дольше. Сейчас она какая-то даже, ну, не ощущается, что она долгая. Возможно, они просто с лагера перезарядку нерфанули, и она стала дольше. Потому что раньше, я точно помню, когда я... Когда эти только устройства на молот появились, и я играл с адаптивной перезарядкой. Потому что она реально показывала суперские результаты в матчмейкинге. Ты вот, когда вот так вот уходил на перезарядку, ты сразу, ну, какой-то даже небольшой тильт ловил. Из-за того, что она была долгая. Сейчас же я таких проблем не вижу. То есть, она такая уже примерно небольшая. Единственное, что получается из минусов, это то, что у вас, ну, нету кучности дроби такой хорошей. По сути, то, что ты уходишь на перезарядку, ничего такого плохого. Но для боя 6х6 я могу также уходить и на перезарядку, и при этом ничего не терять, если честно. Да? То есть, я никакого особого преимущества с этого момента не получаю. Потому что нет такого большого количества оппонента. И нет вообще легких корпусов. А здесь бы против легких бы это устройство себя показывало бы совсем им иным образом. И я думаю, что... Я думаю, что... Результат был бы тоже намного-намного качественней. Но в первом бою пока что здесь легких корпусов у нас нет. Поэтому надеемся на то, что... Сейчас второй еще скатаем. Во втором там уже... Может, даже легенькие какие-то подъедут. За 2.30-38 килов. Неплохой результат. Неплохой. Пойдет. Результатик пойдет. Попробуем еще докидать. Ой, Хантер с Овером. Наверное, его поражал. Нет, не успел поражать. Центр заберем, не заберем. Противник все уничтожился. Надеюсь, что заберем. Без особых проблемочек. Так. 39. 39. Ну, вообще, по идее, минимум 50 килов за 12-минутный бой слагер должен давать. То есть адаптивная перезарядка 39. Плюс-минус, наверное, то же самое. Но есть свои определенные минусы. Давайте изначально попробуем сейчас выиграть эту катку. Ничего хорошего пока что я здесь не вижу. Мы летим. Мы летим. Хорошо. 2 килла. Ай, и Титан Купл опять жмет. Здесь Титан не контрится. Проблема вся в том, что Викингам ты никак Титан не поконтришь. О, хорош хорек. Качественно отыграл. Так, ну мы забираем центр сейчас. Три точки будут под нашим контролем. И сейчас я попробую не отдать левую. Попробую не отдать левую. Очень хорошие выстрелы. Залетели. Центрового я еще не добил. Со слагера, я помню, я носил пятерых из шестерых. Здесь я только максимум по 3 килла давал. Может конечно тайминг никакой шикарный не залетал. А может и устройство не может показать такого результата. Так, здесь сейчас противник заберет. Нет, не забирает. Это хорошо. Три точки под нашим контролем. И даже если мы сейчас потеряем две, мы все равно эту каточку выиграем. Хантер прожимает овердрайв. Который ничего не делает. Еще один хантер прожимает овердрайв. Ну это все, это победное. Это победное 46 киллов. 46 киллов. Если честно вам сказать, я не почувствовал никакого преимущества. И никакого дополнительного бонуса от адаптивной перезарядки. То есть там было ну моментов 5-10, где я уничтожал противника и как бы у меня был полный баллон. Но при этом этот баллон мне не нужен был. В те моменты. То есть я так же сам бы на том же слагере мог бы просто быстро перезарядиться. Там выдать последний там выстрел или еще какой-то. И так же нанести урон. То есть я не вижу никакого дополнительного бонуса по этому бою. Сейчас посмотрим, что будет у нас здесь. Сандал регби. Неплохая карта. Я вижу, что там оппонент уже играет на... А нет, он переоделся, одел шафта. Там был просто оппонент с оглушением каким-то. Против шафта, я думаю, что даже будет попроще. В моменте. Если мне, конечно, так жестко ваншотать не будет. А, он с бустером. Ой, с бустером, говорю, с кризисом. Ну ладно, сейчас посмотрим. Что у нас будет получаться. А, вот и вазпики подъехали, кстати, к слову. Вот есть уже вазпы. На вазпах, может быть, мы сейчас и нафармим. То, что я и хотел нафармить. И ваншоты сейчас красивые пойдут. Ой-ой-ой, о, вот это то, что надо. И сразу же после ваншотов, сразу же дальше, дальше. О, вот, вот, вот это уже да, вот это другое дело. Вот, вот это, вот, вот то, что надо. Вот сейчас да. Сейчас вот это, это бонусные киллы. Это бонусные киллы. Но это работает исключительно против легких танков. Если играешь против средних, то таких бонусов очень-очень мало. А вот здесь против легеньких. Вот, вот она. Вот одна родная. Вот она, да. Вот то, что надо. Это четкая тема. Блин, тут меня, конечно, шафт неплохо контрит. Наш поставят? Нет, не доставят. Но, хотя бы я рад, что я вижу тот результат, который я хотел бы видеть. Это очень достойно. Так, вправо у нас. Харёчек. Развивал скорость. И сразу же по пантеру. Плотную. Хорошую. Перезарядочка сразу у нас есть. И нагазовочка на доставочку. Нагазовочка на доставочку. Меня попер не контрит. Мы можем сразу по нему чуть-чуть урона накинуть. Чтобы он себя максимально комфортно там в позиции не чувствовал. Так, это уже 2.0. Это уже 2.0. 10 киллов. Хорошо идём. Хорошо даже сказал бы не идём, а хорошо плывём. Хорошо плывём. Так, у вас пик летит. Бах. Ваншотик. Бах. Подборчик. После подборчика быструю доставочку. Оп. Не успел. Хорош. Быстро на 3.0. Сажаем оппонента. Прожимаем овердрайв. Плотную накидочку по троим. И уход на респ. 14 киллов. Хорошо летим. Хорошо летим. Очень хорошо летим. Мне, конечно, команда такая бомбическая прям попалась. Прям просто классная. Так, у меня есть бустер. Буду нести сразу двоих. Первый есть. Второму на добавке. И... А, я даже не солью его. Ничего себе. Ничего себе. Даже не слил. Сразу. Ничего страшного. Вот такого солью. Есть контакт. И с трёх выстрелов. Уничтожу. Нет, не уничтожаю. Пробую. На прыжочке. Нет. Шафт меня держит на прицельчике. Ну, по крайней мере, я хоть доволен тем, что... Я могу вам чисто показать, где это работает. Где это работает. То есть, если вот по первому бою адаптивной перезарядки преимущества вообще не было никак видно. Да? И смысла там особо никакого не было в ней. То есть, здесь прям наглядно видно преимущество. И за счёт чего можно давать на этом устройстве. Пилы. Ну, и с перезарядкой, как я уже сказал, изменения тоже чувствуются. Перезарядка стала меньше. Стало меньше. Раньше она была больше. Да, мне шафт просто контролит. Взять от него 50-ку можно было бы, конечно. Ну, ладно, не буду. Не буду переодеваться. Я и так, по сути, должен ставить там не такой серьёзный оппонент. Если где-то даже он меня там будет чуть больше уносить на респ. Ничего страшного в этом нету. Так что, стараемся просто не дать противнику доставку. И уже после всего этого замечательного момента стараться самим доставлять. Хорошие два выстрела плотные. Васпект прожимает бомбу. Накидка ещё плотная. Санта ровер не будет сжать? Наверное, нет. Санта, по крайней мере, не жмёт. Нифига, шафт там прострелы находит. Там есть на хоппере такие прострелы. А, ну да, там корпус же поднят. Пич приподнят. Он хорошо находит сразу. По-красивому. Сразу же он находит прострельщики красивые. Так, ну он сейчас меня уже хочет нарез подправить. Меняем траекторию. По-быстрому. Санта меня стопит. Понял? Понял, принял, обработал. Обработал, обработал. Так, у нас ещё полбоя целого есть. Вообще можно, можно взять даже рез. Можно взять рез. Можно даже взять рез. От шафта. Забайтить его на переодевание. Так, я здесь прожимаю. Тут наверочку не пропустить. Прицель работает. Так, давайте попробуем. Попробуем, мне даже интересно. Будет он меня ваншотать или не будет? Шафт, гром. Что там ещё было? Я не запомнил, что там было. Пусть будет лица. Хотя там рез. Вроде не было. Ну, надо шафтарить здесь возьмём. Чисто прочекать. В этом у меня сейчас ваншотать не будет. Будет ваншот эти залетать. Даже по мне не стреляет. Скорее всего нет. Скорее всего ваншотов не будет. Подбор за мной. Попробуем быструю доставочку оформлять. Я понял. Ну, там, конечно, пол хп было. Там уже без вариантов. Там уже без вариантиков. Так, наш тиммейт ставит. Ставит. 25 килов. За пол боя. Не самые лучшие, конечно, результаты. Для таких боёв. Может быть, даже знаете, где надо было ещё скатать? Надо было скатать ТДМ. Но мы уже, конечно, катать не будем ТДМ. Но мне кажется, что на ТДМ можно было бы тоже очень наглядно показать преимущество этого устройства. Ну, сейчас докатаем бой. Уже подведём итоги. Я скажу всё, что я думаю. Нифига себе. Проехал по мячу и он не взялся. Скажу всё, что думаю по этому устройству. Так. Шафт там ищет что-то в прицеле. Ищет завтрашний день или вчерашний день. Не знаю, что там ищет. Ставочку оформляем. Красивую. Это 6-0. Всё, ластовая осталась. Быстро ставим последний. Быстро ставим последний. Даже здесь, мне кажется, что очень неплохо можно по фонду получить. Конечно, на 100% не уверен, но исходя из моих очков здесь может даже какой-то четвёрек насыпать. Ай-яй-яй, попал под дым. Попал под Hunter Overdrive. К сожалению. Придётся. Хотя нет, быстро сейчас мы разберёмся с этим пассажирчиком. Пассажирчиком. Так. Ну и здесь через лево, наверное, быстрая и лёгкая доставка. Hunter Overdrive есть? Нет, Hunter Overdrive. Прожимаем сразу свой. На добавки. Бомбу поставил. Но она, конечно же, сработать не успеет. 3200. Хороший бой, хороший бой. В общем и целом, что я могу сказать? На данный период времени от адаптивной перезарядки в матчмейкинге смысла особого нет никакого. Да? То есть, слагерь всё равно является более качественным, более правильным и грамотным устройством. И если сравнивать адаптивную перезарядку и слагерь, то я бы всё равно оставался бы на слагере. Потому что моментов, где вам нужна эта перезарядка, очень и очень мало. Да, можно находить какие-то определённые бои, где будут играть лёгкие корпуса, и там уже использовать его. Но, по сути, на всех маленьких картах, на всех тех картах, где нету лёгких корпусов, да и вообще, и не только на маленьких картах, слагерь всё равно будет показывать себя лучше за счёт более кучной, более кучном выстреле. И при этом всё, не только за счёт этой кучности, будет всё преимущество, да? Адаптивная перезарядка со своей перезарядочкой, да, и с тем возможностью, что вы уничтожаете противника и дальше даёте киллы, оно не будет иметь никакого преимущества, исключительно, и даже, ну, можно просто акцентировать внимание на том, что у слагеря, это сама перезарядка этих трёх выстрелов, примерно две секунды. То есть, вы теряете там, ну, пол выстрела, пол выстрела, по сути, вы теряете. Но при этом, если вы на адаптивной перезарядке пойдёте на эту перезарядку, это вам, во-первых, минус, хоть она даже и там сейчас не такая долгая, потому что они что-то с ней сделали. Может, это и не такой минус. Но при этом вы теряете в дистанции очень много, да. То есть, если на средней дистанции слагеря будет давать максимальный, либо ближе к максимальному урону, то на адаптивной перезарядке вы такой урон не сможете накидывать. Соответственно, по сути, адаптивной перезарядки и смысла никакого особо и нету в матчмейкинге на данный период времени. Как-то так, друзья. Поддерживайте видос лайками, если вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если есть какие-то тоже устройства, вооружения, которые хотели бы увидеть, то пишите, что вы хотите видеть в следующем видосе. Я, конечно же, комментарии читаю. Но у меня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok